Субтитры делал DimaTorzok Ммм, найс Итак, вершитель, в чем же проблема? Мы провели последние годы здесь, исследуя, заново открывая для себя киберс К сожалению, мы обнаружили, что один из самых опасных чистильщиков отсутствует И кто он? И репликант, он на самом деле очень опасен Я впечатлен И все на связи, как в хале? Ха уже обрубили, не? Да, но похоже репликант разорвал связь со своими братьями Почему этот чистильщик намного опаснее остальных? Это особый чистильщик, который способен скопировать кого угодно или что угодно Кроме того, он получает способности того, кого копирует Был создан только один, хотя это и считалось слишком опасным Известно, когда пропал этот репликант Ну, понятно тогда, что-то меня он войнушку-то объявил Данные, которые вы собрали, указывают на то, что репликант был провожен задолго до того, как картадис пробудил киберс До тебя? Это еще не все Некоторые из наших братьев вели себя странно, и нам пришлось погрузить их в стадис Странно? Да, они начали нападать на своих братьев Расскажи ему больше, вершитель Вершитель? И вершитель тоже Сопротивление бесполезно! Вас ждет спасение! Жить Окей, Таван Дар должен выжить, корюш, должен выжить, покинуть кибра, добраться-то терпинал Ну, тут, короче, все ясно со всем сюжетом Репликант всех копировал Устроил такую войнушку Свел всех с ума, и вот тебе, пожалуйста Окей, у нас есть Таван Дар, который умеет в громовой рывок Вихрь И накопитель счета Ааа, понятно Господи, полностью Опечатки, опечатки Как пожелаешь Ну, по кибросу будет приятно побродить Приятный ландец А здесь еще Я следую Говори Поиск Репликант Идет поиск Файл Поврежден Данные Потеряны Репликанты Это Разработанные Протосами Ххх Роботы Способные Сливаться вместе Чтобы копировать Войска Противника Они были созданы Просто Хххх Первой Возь Великой войны Четыре терминала, о которых мы непонятно как и знали. Ну ладно, пошли. Тавандар, что происходит? Я не знаю. Я отключился от остальных чистильщиков. Повылазили гадюки. Как там, Адам? Чего ты хочешь? К бою готов. Исан. Блять, они новых рожают. Не бывает. Чо хаус. Я клинок. Чем могу служить? Исан. Иерарх. Незамедлительно. Так, а вот Тавандар не умеет хп восстанавливать, так что надо быть аккуратнее. Без сомненья. Я оказался. Почему Карелиус так же как-то вандар не обозначается? Чего ты хочешь? Мне ничто. Текстурки, конечно, чудесные. Говори, Иерарх, как пожелаешь. Стоп, а куда... А, по всему Кибросу стоят детекторы. Маскировка Карелиуса не действует. Класс. Просто лишили смысла. В ангаре Киброса есть корабли, которые можно использовать для побега. Но сначала нужно уничтожить захватывающий луч. Иначе выбраться не удастся. Окей, теперь придется еще лучи уничтожать. Твоя воля услышана. Иса, аду. Блин, как ты дозорные бесят. Иерарх. Без сомнения. Я слепую слову чести. Чести. Энтаро, аду. Коврона, восемь. Чего ты хочешь? О, черт, а. А-а-а-а, колос! Надо раздербанить эту штуку. Вау. У него еще горилка. Да. Да. Честь и доблесть. Нет. Иса, аду. Я следую. Чего ты хочешь? Чем могу служить? Я. Говори, и тебя услышат. Энтаро, адун. Незамедлительно. Надо косла. Так, ладно. Где бы терминалы найти еще? Терминальчики. Где же вы? Я жажду битвы. Мне ничто не помешает. Знаете, вот мое мнение, да? Вот эти терминалы, которые обозначены синим кружком, их, наверное, стоило создавать после синематики. Я полагаю, что такая вещь, скорее всего, возможна. И тут автор схалтурил просто. Хренеть, Карим. Чёрт. Подожди, Тамплиер. Стоит быть осторожнее. Что это? Неужели это та наша ученица самая пироговая? Это Адепт. Но это какой-то новый прототип. Он способен телепортироваться и стрелять электрическими зарядами. Подчинитесь или умрите. Как я на это среагировать-то должен был? Ни хера сия. Чё за жесть-то? Ваншот. Вот это бесит. Я не могу ролики пропустить как-либо. Ещё могу описать во время роликов, чё угодно. Ну ладно, тут думать нечего. Ха, воу. Так просто её убить? Чего ты хочешь? Ай. А как этого я должен был избежать? Вопрос на миллион. Всё, бежим, бежим, бежим. Охренеть, это невозможно. Охренеть, это надо подгадывать момент, в который она стреляет. Но, блин, это невозможно как-либо. Что-то жесть какая-то. Так, понятно, здесь она обратно вернётся. Поэтому, тут надо вовремя среагировать. Короче, босс, которого фазы надо запоминать. Только так его можно победить. А так-то я в недостаточно времени. Ух, успел. Охренеть, чертов адепт. А здесь ещё. Пьяное всё такое. Вы должны узнать, что происходит с претером. Я с тобой подключусь к чистильщикам. Если меня постигнет та же участь, что и моих братьев тебе придётся бежать и рассказать обо всём иерарху. Пьяная игра повисла. Круто. Это нормально, что она повисла? Или ненормально, что она повисла? Так, ну теперь, надеюсь, не повиснет. Опять зависла. Она на этом моменте виснет, лоу. О, она отвисла. Нет, Таландар, должен быть и другой путь. Нет, я модернизировал твои доспехи и технологии обечистильщиков. Теперь у тебя та же регенерация считает, что и у меня, и так же я добавил способность действия стабилизатора. Подключение. Таландар? Это... Это какой-то вирус! Нет! Что произошло? Таландар? Беги! Тебе нужно выбираться отсюда. Я закроюсь, но я не знаю, как это долго продлится. Я обязательно вернусь за тобой. Я обещаю. Так, новый способ на защитный экран. Полностью восстанавливать щиты Кореллиуса. Фактируется автоматически, если проще, чтобы исчерпано. О, это здорово. Какая у нас... Смешно. Дорыв очищения стреляет энергетическим шаром, который существует 3 секунды. Взрывается населство 145 единиц урона о площади. И дополнительно поглощает 55 единиц щитов, лежащих на земных войскостроений. Отличие от дестабилизатора, который в этот момент становится неподвижным, Кореллиус просто замедляется. Прототип, высший тамплиер чистильщиков, суверечная беседия. Слушайте, у меня такая мысль возникла. А нахера вообще было создавать репликанта? Если он так опасен. И изначально предполагалось... Блин, зачем вы вообще опасные штуки создаете? Так, до прикола. Которые беды из-под контроля выходят. Всё равно меня задело. Да. Опять мне в соло бегать. Ну, хотя бы по красотам кибрасно пройдёмся. Ох ты ж. Это ни хера не красотень. Это что-то мощное бьёт. Твою мать! Ты читаешь мои мысли. Хоризонт чист. Ах, наконец-то. Я буду быстрый, как молния. Адун Доридас. Пять способностей Карелиуса, который активируется на автомате. Когда в Адаку. Адун Доридас. Ах, наконец-то. Чо хаус. Полевое небо. Я буду быстрый, как молния. Ах, наконец-то. Хоризонт чист. Чо хаус. Я буду быстрый, как молния. Адун Доридас. А чего Карелиус-то замедляется? Пускай этот шарик. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Небо манит меня. Чёртовы лучи. Ты читаешь мои мысли. Отстаньте. О любое небо. Горизонт чист. Ты читаешь мои мысли. Бум-бум-бум. Адун Доридас. Я буду быстрый, как молния. И я готов. Чо хаус. Гибрид? Я не видел их сам ребят потения Абуда. Когда вот таком. Ты читаешь мои мысли. Блин, а? Чем обеспечить? Охренеть. Чо хаус. Такие тяжело даются для Карелиса. Я буду быстрый, как молния. А-а-а-а, наконец-то. Адун Доридас. А-а-а-а. Чист. О любое небо. Горизонт чист. Я буду быстрый, как молния. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Поганый колос. Адун Доридас. Горизонт чист. Отдыхай. Ты читаешь мои мысли. Адун Доридас. Чё-то пока тут исключительно прямые пути. О, терминал. А-а-а-а. Наконец-то. А-а-а. Тут огонько бы я его пропустил. Но главное заметил. Чё я конец. Новый прототип репликанта. Создан. Способен копировать любое существо. А также получить... К-к-к-к-к-к. Полевое небо. Я буду быстрый, как молния. Теперь пошли. Ох, проходит сквозь текстуры. Интересно, в дизельских кампаниях такая тема есть? Ммм, тут и конец уже. Ты читаешь мои мысли. А-а-а, вот оно. Если уничтожить этот захватывающий луч, то я смогу свалить. Мне кажется, Киберс после такого взрыва... Это должен быть путь к ангарам. Нужно спешить. Ну, как минимум, на уши должны были все стать. Но, вообще, я имею в виду, что так нехило пошатнулся бы он. Ну, впрочем, это протосов. Мало ли какие у них нанотехнологии. Не сопротивляйся. Впустите бог. Дебаги. Репликант активирован. Обнаружено повреждение. То был второй только терминал, а то, что мы возле... Как там этого робота звали. Что это тогда было? Ты читаешь мои мысли? Что, в общем, я все это делаю? Просто с гидраном пройдем. Жоу-хаус. У любое небо. Я буду быстрый, как молния. Так, походу, босс-баттл какой-то. На, Таландар, во. Так его звали. Почему вы сопротивляетесь? Вы все равно будете поглощены тьмой. Вы же это знаете. Кто ты такой? Почему ты предаешь своих братьев? Я Киброс. Ты, конечно, думал, что я объект. Но я тоже чистильщик. Теперь мы все принадлежим хозяину. Я уйду отсюда, даже если мне придется сражаться со всеми вами. Да и со всеми. Только со мной. Уничтожим же Киброс. Ау. Понял. Твою долево. Как не те, а уничтожить, а? Я буду быстрый, как молния. Ах, многовестно. Ай. Я буду быстрый, как молния. Я буду быстрый, как молния. Атун Торидас. Хоризонт чист. Ау. Ай. 15 хп. Феникс. Нееет. Пустой, короче. Пустой, короче. Просто лежит себе. Лучше его не трогать тогда, да? А вдруг это пасхалка? Окей. Мы проверяли очередной босс-баттл. Атун Торидас. Я буду быстрый, как молния. Да блин, чё за херня? Альц зажимается, а? Ты читаешь мои мысли? Чем? Ах, многовестно. И я буду быстрый, как молния. Всё, наконец-то. И я буду быстрый, как молния. Уョszима хоризон. Интересно. Черт, урон от этой штуки какой-то большой. Блин, две одинаковые горячие клавиши, к слову. Автор. Сейчас убью, 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 убью. Еее. Это ничего не меняет. Твой конец скоро доступит. Наконец-то я могу выбраться отсюда. На Феникс-то улетать собрался. Класс. Он даже не зашёл туда, он просто исчез. Да ладно, ещё одного слили. Класс. Ну что ж, ладно, посмотрим, чем это предятие продолжится. На сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Увидимся в следующем задании. С вами был Павел Первый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok